Перед веке уборочной появились и в Тюменском районе. Два хозяйства УЧХОС Аграрного университета Северного Заурали и агрофирма Луговская. Сегодня завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Показатели в этом году отличные. Например, рожь 44 центнера с гектара, а овес 39. В итоге средний урожай 32 центнера. Это значительно выше среднеобластных. Но, между прочим, нижне-тавдинские крестьяне закончили работу еще вчера. Инна Михайловская побывала на их полях. Теперь не в кабине, а на ней. Рабочий день механизатора Андрея Вележанина сегодня начался с генеральной уборки. После основной. Его хозяйство вчера обмолотило последний клин. Говорит, компания прошла как никогда. Рано, ровно и без форс-мажоров. Утром же сыры, пока рассада. Вот почистились, маленько обсохло и поехали. И вечером так же, как начало от земли отходить, так поехали домой. Урожай с площади почти 1600 гектаров весь на складах. Зерновых с гектара получили 30 центнеров, говорят, мало. Вот и рапса тоже надеялись убрать больше. Но дожди этим летом прошли не вовремя, поэтому зерна получились небольшими. Зато недели на две раньше, чем обычно наполнили склады. Тем временем механизаторы комбайны почистили и пересели в другую технику. И снова в поля пашут землю. Обычно это делают осенью, а в этом сезоне в августе. И это выигрышный вариант. Полпора, как говорят. То есть в почве процессы проходят. Чем раньше спашешь, тем лучше для почвы. Больше отдохнет, дольше. 500 почти обработано. В общем, 1000 гектаров с небольшим. А в других хозяйствах уборка еще продолжается. Влаги мало, солнца много, пшеница хоть и мелкая, зато идет с клейковиной до 23%. Все продовольственное зерно первого-второго класса. А в прошлом году такого было меньше половины. Зерно идет сухое, во-первых. Это без подработки, без сушки. Соответственно, затрат гораздо меньше. В хозяйстве «Импульс» 4 зерноуборочных комбайна. Всего же по югу области работают более 100 таких машин. Необходимо обмолотить более 700 тысяч гектаров. Треть уже готова. Синоптики и дальше обещают сухую погоду. Значит, тормозить уборку будут только поломки техники. Теперь главное, чтобы на зерно была достойная цена. Инна Михайловская, Роман Чинахов. Тюменское время.